Платить или не платить? Такой вопрос мучает жильцов Хабаровской многоэтажки на Ленинградской. Четвертый год они воюют с руководителем обслуживающей организации. В зоне боевых действий побывала Наталья Приходько. Эти кадры сделаны в 2014-м. Настоящий потоп, по-другому и не скажешь. Июльские дожди изрядно подпортили людям жизнь. Еще несколько лет назад они обратились к председателю ТСЖ надежно с требованием отремонтировать кровлю. Результат, а результат налицо. У меня сгорел холодильник, у меня сгорела микроволновая печь, у меня сгорел телевизор. Мне пришлось кредит брать на 150 тысяч. Прошло больше полугода, а у Галины по-прежнему на готове тряпки и тазы. С приходом весны дырявая крыша дала о себе знать пуще прежнего. А этажом выше у Оксаны Чашиной в нескольких комнатах до сих пор нет света. Просто топило, вот видно потеки на счетчике, под счетчиком, вот оно идет. Вот по стене все видно, вода была на площадке, стояла. Оксана живет как на пороховой бочке. Проводка может выйти из строя в любой момент. В обеих квартирах сырость, грибок. Ущерб от потопа – полмиллиона рублей. Только председателю ТСЖ до этого дела нет. Впрочем, до всего остального тоже, уверяют жильцы. Отчетности нету никакой. Четвертый год заканчивается. Ни одного собрания, ни одного протокола. На дверях ничего нету. Куда деньги пошли, какие суммы на что потрачены. Дорогу почистил, мы не знаем сколько потрачено. И косметический ремонт сделан миллиметровый. И то это мы через суды его заставили сделать ремонт. Встретиться с нашей съемочной группой и разъяснить ситуацию. Председатель ТСЖ отказался. Пообщался по телефону. Зайдите в двор, посмотрите. Там все чистенько, нормально, аккуратненько. Пока суть до дела, во дворе собралась толпа недовольных жильцов. К нему не добьешься. По четвергам он должен с шински до восьми работать. Он на месте не находится. Здесь у каждого к руководителю жилконторы есть серьезные претензии. Собственники многоквартирного дома могут обратиться в госжилнадзор с жалобой на действия председателя товарища собственников жилья. Ну и фактически можно настроить работу этого председателя таким образом, что он будет от жалобы до жалобы так или иначе что-то делать в многоквартирном доме. Ежели все-таки работа после этого не наладилась, необходимо все-таки тогда абсолютным большинством переизбрать этого председателя. Еще один вариант. Ликвидировать это ТСЖ и заменить, к примеру, на управляющую компанию. Следует лишь обратиться с соответствующим заявлением в госжилнадзор. Тогда обслуживающую организацию будет проще привлечь к ответу. Наталья Приходько, Илья Кузнецов. Для программы новости.